МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди них профессия-организатор свадеб. И все о секретах мастерства нам расскажет сегодня Анастасия Шерин. Здравствуйте, Настя. Добрый день, Татьяна. Пройдемся немножко? Конечно. Анастасия Шерин – профессиональный организатор свадеб. Еще эту специальность называют ведмейкер или ведпленер. Сама Настя говорит, что несколько лет назад и подумать не могла о том, что откроет такой, на первый взгляд, романтический бизнес. Она выучилась на дизайнера одежды, потом на дизайнера интерьеров, а параллельно помогала друзьям и знакомым в организации самых разных мероприятий – от благотворительной эстафеты до признания в любви. Мы не видели изначально в этом какой-то цели заработка денег на мероприятиях. Просто нам это нравилось. Мы безумно умели генерировать эти идеи, придумывать что-то масштабное. Нам нравилось, когда задействовано очень много народу. И потом, когда начали уже просто незнакомые люди подходить и просить визитки с мероприятием, мы поняли, что надо как-то посерьезнее относиться и что-то делать уже более стоящее. Сегодня Анастасия – глава ивент-агентства и может организовать любое торжество. Вот эта пара не захотела помпезной свадьбы, а пожелала скрепить узы брака в узком кругу близких друзей. Причем на природе. На профессиональном языке видмейкера это называется «выездная регистрация». И здесь команде Анастасии приходится продумывать все – от монтажа свадебной арки до интерьера столика, где новоиспеченная пара проведет романтический ужин. Мы с невестой, с женихом, мы с ними знакомимся, мы становимся какой-то семьей. И тут и происходит действительно, что мы становимся и психологами, и бухгалтерами, и финансистами, и помощниками, и жилеткой. Потому что по мере подготовки к свадьбе возникает очень много форс-мажоров. Это не такое легкое дело, потому что каждая невеста мечтает о красивой сказке, о той, которую она мечтала в детстве. И, соответственно, мы к этому ведем, готовим ее. Но для того, чтобы сказка стала былью, организаторам приходится потрудиться. В зависимости от задач, подготовка свадьбы может занять и три, и шесть месяцев. Агентство берет на себя все – от создания имиджа пары до оформления ресторана. У нас сейчас очень часто стало, мы берем мероприятие именно под ключ. Когда к нам приходят молодожены, и они говорят, мы хотим свадьбу. Все. С того момента, когда они подписали с нами договор, мы выполняем всю работу. Мы можем круглосуточно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, находиться рядом с невестой, слушать ее, советовать, выполнять какие-то действия. То есть у нас большая координация, которая помогает, решает все любые возникающие вопросы. Невеста только говорит то, что она хочет, мы предоставляем ей визуализацию в проектах нескольких вариантов, она выбирает, одабривает или нет. Мы подписываем с каждым подрядчиком договоры непосредственно с агентством. Это очень удобно для клиентов, потому что клиент потом не бегает никогда, не смотрит, как завершилась работа. Они спокойно уезжают, мы все это завершаем, и также мы еще и сопровождаем после свадьбы. Машины, шарики, посуда, пригласительные, цветы, музыка, видео и фотосъемка, психологическая поддержка молодых, меню – дел немало. Для успешной подготовки Анастасии приходится контактировать с десятками подрядчиков. Понадобилось время, чтобы стало понятно, кому из них можно доверять. И это бесценный опыт. Пригодились Насте и собственные знания в области дизайна, потому что свадьбы бывают очень разные. Рокеры требуют мотоциклы и хэви-метал. Золотая молодежь желает роскошный кортеж. Романтические особы настаивают на букетах из полевых цветов. Особая задача – свадьбы в национальном стиле. Здесь от организаторов требуется не только бизнес и творчество. Их знания в сфере традиций и обычаев оценят самые требовательные судьи. Если у родителей в семье есть ценности традиции, тогда без этого никак не обойтись. Обязательно происходит нигде, обязательно две свадьбы. Обязательно к золоту мы отправляем невесту. Сначала проводы красивые и только родственники невесты. Потом только мы переходим к другой свадьбе. Это может быть и два-три дня, а может быть неделю и так далее. Там очень интересно. На самом деле казахская национальная свадьба – это очень интересная свадьба. Там такие подарки, там такие истории, там такие эмоции. После разговора с Анастасией я решила составить примерный список того, что должен знать и уметь организатор свадеб. Это маркетинг, менеджмент, основы экономики и права в области культуры, бухгалтерия. И это мы еще даже не добрались до середины списка. И теперь главный вопрос – где всему этому можно выучиться? Попробую поискать подходящий факультет в наших вузах. Профессия «Организатор свадеб» зародилась в США в середине 20 века. И стала настолько популярна, что там существуют специальные учебные заведения, где готовят таких специалистов. Более того, во многих общеобразовательных школах ведмейкинг изучается как отдельный предмет. В средних и высших учебных заведениях Казахстана такой профессии не обучают. Но есть факультеты, где можно получить родственную специальность. Так, несколько лет назад ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Жанья Аубакирова приняла актуальное решение – создать кафедру арт-менеджмента. Это современная интегрированная специальность, где студенты получают очень широкий спектр знаний. В ТОИ, конечно, мы не готовим специалистов отдельно по организации управления различных праздничных мероприятий. Для этого есть отдельные учебные заведения, как организация досуговой работы. Я знаю, что в Санкт-Петербургском университете это есть. Наши же, поскольку они проходят психологию управления, теорию коммуникации, фундаментально проходят фольклор. Конечно же, студенты ориентированы на эти знания. И более того, это не просто составление каких-то количественных мероприятий, но, наверное, студент, имеющий базовое музыкальное образование, он все-таки ориентирован на философский подход этих мероприятий. В перечне предметов, которые изучают студенты, поступившие на арт-менеджмент, основы менеджмента и маркетинга, экономика и право в сфере культуры, финансы и кредиты, бухгалтерский учет, теория коммуникаций, психология управления, подбор персонала, проектные технологии в арт-индустрии. И это идеальный набор знаний для организатора массовых мероприятий. Это доказала известный музыкант и продюсер Ирлан Кокеев, один из первых выпускников кафедры. Есть такое понятие многокомпетентностной специальности. Вот как раз специалисты наши, они многокомпетентны. Но самое главное сформировать здесь, будучи студентами в учебном заведении, базовые компетенции. А все остальное – это уже техника переноса, психология переноса. И в этом отношении, кстати, Кокеев не исключение, может быть, это даже хороший пример. На дипломных работах, в дипломных работах они как раз представляют проекты от начала до конца. С подсчетом различных финансовых каких-то особенностей, с построением межличностных отношений в качестве руководителя и участников этого проекта. Поскольку менеджеры, они ориентированы на работу в различных жанрах. В самых различных жанрах. От продюсера в таких вот солидных концертных учреждениях до различных мероприятий, таких вот, таких шоу, может быть, даже мероприятий. Важно отметить, что для поступления на арт-менеджмент в консерватории надо иметь за плечами музыкальную школу. Но по разработанной здесь программе арт-менеджеров готовят еще и в Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. Для поступления туда специальной музыкальной подготовки уже не требуется. Получив базовые знания, уже узкопрофильные навыки можно добирать на специальных тренингах. Сейчас есть возможность учиться даже не выходя из дома, на веб-семинарах по интернету у специалистов из любой страны. Кроме того, крупные ивент-агентства сами периодически проводят курсы по повышению квалификации организаторов свадеб. Надеюсь, мы смогли увлечь вас рассказом о непростой, но очень красивой профессии. И если вы чувствуете в себе таланты, которые нужны для такой работы, но до сих пор не могли определиться с точным направлением, уверена, знакомство с нашими героями придаст вам смелости в принятии такого важного решения, как выбор будущей профессии. С вами была Татьяна Напольская. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok